Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас сегодня солнечный день И вроде как неплохо За бортом 8 градусов И на поездки дня вопрос Давнишний-давнишний Который меня на самом деле поставил в тупик Когда я его первый раз прочитал И тем не менее, думаю, что имеет смысл Над тема поговорить Значит, вопрос такой Слышал ли я что-нибудь про судьбу, про грант Программы Permit Walker Говорят, что собираются программу отменять Во-первых Сразу объясню, почему я был шокирован И немножко поставлен в тупик таким вопросом Потому что программы Permit Walker В Канаде не существует В программе существует программа Temporary Walker Programs Какие-нибудь там Неважно какие, да Есть программа Программа, не знаю Permit Residence Хотя такой программы тоже нет На самом деле под этим понимаются High-skilled workers Какие-нибудь там Или не знаю Или просто Qualified workers Или не знаю Или просто skilled workers Ну, то есть, как бы Это просто люди Которые обладают хорошими навыками И которые Приезжают в Канаду С тем, чтобы остаться в качестве мигранта Иными словами Это те самые люди Которые подаются на эмиграционную визу в Канаду Вот Такие программы есть, да Или по ходу пьесы Такие Настроения в эмиграции Есть Но при этом Программы Еще раз повторю Как Permanent Walker Такой программы В природе вообще не существует Собственно По поводу Walkers Я просто разделю Эту историю Отдельно Permanent И отдельно Walkers По поводу Walkers По-моему В начале лета Я вам говорил О последних трендах И еще раз просто повторяю Что на сегодняшний момент Существует Четкое и ясное разделение В осознании Эмиграционных властей Канады Кто нужен Канаде Да Соответственно Есть четкое деление На две категории На так называемых High paid Или high skilled workers И low wage Low paid Или Low skilled То есть Одни у нас Хорошо зарабатывают Хорошо получают У них Отличная Профессия Которая Или профессии Которые нужны Канаде Другие Соответственно Мало получают У них Никакая профессия Или низкокотированная Профессия И соответственно Канада Их не особенно хочет Так вот Если мы говорим Про первую категорию Те которые Высококвалифицированы Хорошо зарабатывающие То Канада Их хочет Как раз И создает Все условия Для того Чтобы такие люди Эмигрировали В Канаде И в Канаду То есть Они Пользуются Максимальными Благами Зеленым Светом Для того Чтобы Эмигрировать В Канаду Для них Придумывается Куча программ Для них Придумываются Короткие дорожки Всякие Разные И прочее А вот Вторая категория Это грустная категория В плане Эмиграции Потому что Есть люди Которые Думают Что если Они получат Рабочую Визу То Собственно Все У них Там Они поймали Бога за бороду И они уже В Канаде На самом деле Надо внимательно смотреть По какой программе Вы приезжаете По какой профессии Вы приезжаете Насколько Эта профессия Позволяет Они крайне Если мы говорим Про цеп То там еще Как-то Покрутиться Повертеться Можно А если мы говорим И то не всегда А если мы говорим Про категорию Д То там вообще Без вариантов То есть Просто без вариантов Единственный вариант Это брак Или там Какие-то там Гуманитарные Соображения А если по чесноку То Zero chances Так вот Значит Если мы говорим Про программу Эмиграции Для работающих Да Для специалистов То с ними Все более-менее Понятно Канада Четко и ясно Определила Полномочия Зон ответственности И шансы Тех людей Которые относятся К категории рабочих Да Только что Я вам это писал Друга слова Что в это дело входит Теперь Что касается Программы Вообще Эмиграции Опять же Друзья мои Смотрим То что я говорил По поводу Планов эмиграции Федералов На 2018 2020 Годы Там Все планируется Только-только-только-только Увеличивать То есть Последняя цифра Напоминаю Крайняя цифра По поводу того Сколько Они хотят Пригласить С собой Людей К себе Точнее Людей В Канаду Это 340 тысяч Человек В год 340 тысяч То есть Ни о каком Так А что здесь Нельзя повернуть Ай-яй-яй То есть Ни о каком Разговоре О том Что мы Сможем Там Я не знаю Точнее Ни о каком Разговоре О том Что Канад закрывает Лавочку Сворачивает Вакансии Да не знаю Не Не рассматривает Варианты Связанные С Привлечением Кулецеринных Рабочих Кулецеринных Рабочих Круг Об этом Даже речи нет Наоборот Соответственно Если мы Говорим Про Опять же Структуру Структуру Миграции То Мы увидим Что Они Набирают Они набирают Именно Кулецеринных Да То есть Они говорят О том Что Они говорят Что Мы Заинтересованы Только лишь В квалифицированных Рабочих Руках Мы хотим Там Не семейную Иммиграцию Хотя мы понимаем Важность Ее Мы хотим Не беженцев Мы хотим Не еще Кого-то Мы хотим Квалифицированных Людей Которые будут Иметь Востребованные Профессии И которые Будут иметь Хороший уровень Языка И весь акцент В иммиграционной Политике На ближайшие Годы Делаются Именно На это Поэтому Естественно Ничего Закрывать Не будут Будут только Раз Как сказать Распространять Эту Идею Иммиграции В Канаду Будут ее Популяризировать Будут Тратить Большие Деньги На то Чтобы Как можно Больше Узнал О Канаде О программах Канады Закрывать Точно Не Будут Поэтому Спите Спокойно Готовьтесь К иммиграции В общем Вот такой Развернут Ответ На этот Маленький Вопрос Поставив Меня изначально В тупик Я надеюсь Что Всех Кто нервничает По этому Поводу Я успокоил И внушил Долю Оптимизма Всем откланиваюсь Всем хорошего дня И пока Субтитры